Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В работе мне все быстро надоедает работать. Работаю только дома, дистанционно. Обрастаю, со временем в итоге нет ни карьерного роста, ни квалификации. Быстро надоедает, вот, надоедание сам по себе, это само по себе, само по себе надоедание. Это процесс, который я бы назвал связанным с привозным избеганием, вот. То есть, когда человеку надоедает что-то, вот, то это, опа, означает. Что он чего-то испугался, вот, то есть, он чего-то, вот что-то его напрягло, что-то вызвало в нем какое-то сопротивление, вот. Оно очень похоже, очень похоже, на то, что вы избегаете привоза, вот, чего-то. Ну, когда, когда, вот, сталкиваетесь с работой, вот. Это очень важно заниматься в данном случае, потому что это не просто надоедание. В отношениях выбираю недостойных, поиграю, сбросаю, впечатливаю. Здесь, на мой взгляд, вы проецируете на себя, вот. Ну, то, как относитесь к, ну, к мужчинам. Вот. Вот. То есть, как вы относитесь к, эм, себе? Вот. Эм. Так вы относитесь к мужчине, к мужчине, к мужчине, к мужчине. Вот. Обесцениваю. Эм. Эм. Себя вы обесцениваете, на мой взгляд, мужчин. Эм. И, 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 и. Эм. Эм. Избега, избегая ее. Вот. Вы боитесь серьезно? Ну, я бы сказал, что, эм, это, абсолютно нормально, нормально в данном случае. Вот. Дальше. Эм. В дружбе. Высокие требования, если скажу, что ненадолго, близких подруг вообще пару, эм, было за всю жизнь. Эм. Да. Высокие требования, это, вот, очень, очень важный, такой момент. Высокие требования к себе, да. Эм. Эм. Это, как раз таки, внутренние требования к себе. Эм. 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 вот, потому что сейчас они именно что вас угнепают эти требования к тебе, вот, а вы их, вероятно, даже не замечаете, вот, а было бы, конечно, здорово, если бы вы это делали, но психолог может вам в этом помочь, понимаете, да, дальше, значит, следующий, следующий момент. Так, чувствую, что слабая, меня пытаются использовать в своих целях, самостоятельства, повысить себя самооценку, часто опустить, при этом чувствую зависть красивая. О какой слабости вы здесь говорите? Вы говорите о слабости, касающейся личной границы опоры на себя, вероятно, потому что если мы говорим о, допустим, слабости, ну, к примеру, ваших слабостях, ну, вот, давно, если мы говорим о том, что вас используют, то это уже, на мой взгляд, больше про ваше собственное опасение, что вы достойны только того, только того, чтобы вас использовало. Вот. Важно увидеть то, как вы, как вы к этому приходите. С родителями вообще перестало общаться, не уважают, не любят, считают дурой, лохучкой, но видят потенциал и хотят денег. Это их ожидания. Вот. Вероятно, у вас это вызывает чувство вины, вот, обиды, вот, просто с этим, опять же, можно поработать. Вот. А ниже ведь родители, как это связано? Вот. Здоровье слабое, это откуда такая информация? Психология жертвы, ущербная. Психология жертвы. А что вы под этим понимаете? Ведь если вы понимаете, что у вас психология жертвы, то можно же ее изменить? Вообще, за последние 12 лет или больше морально убитые постарались все. Мужики, родители, учителя, девчонки в соседе, все, кому не ли. Это и есть позиция жертвы, то есть вы говорите, что вы жертвы, и тут же говорите, что постарались все. Слабость по многим причинам, начиная от родовых травм, воспитания наркотиков, травмы головы и заканчивая травмой. Вот. Ну что ж, физическое здоровье можно и нужно подтягивать, потому что оно влияет на психологическое. А психологическое здоровье может поправить психолог. Я понимаю работу долгая, но с тем не сейчас можно решить, какую книгу почитать, что-то для себя понять. Я бы не рекомендовал вам книг, я бы рекомендовал вам крат-таки психотерапию, потому что книг это все-таки немножко для других целей. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.